Просто бомба, да? Офигенное мясо вообще. Тунец – это дикая рыба. Тунец – это отряд, который курсирует по всем морям и океанам. Я, как тунец, еще хуже курсирую. И я эту идею вынашу уже на протяжении последних лет десяти. Я хотел дать на рынок тунца, я привез их самолетами 10 лет назад, первый раз. Сушибарь я просто нарезал и отдал людям. Они отдавали обратно, потому что он темный. Он темнеет, окисляется под кислородом, потому что он не обработан газом, СО. Вот принципиальное отличие охлажденки от замороженного. Вот он розовый, да? Вы привыкли его видеть в розу? Люди не понимали его. Не понимали вкуса, не понимали, что он, может быть, должен быть тем. Рынок не всегда готов к тому, что я ему даю. Надо время. И на самом деле, с годами уже, я сегодня могу с уверенностью сказать, потребителей нельзя учить. Вот сегодня я ровно это делаю. Я пытаюсь опять дать им что-то. Это самый чистый продукт, который вообще возможен. То есть вот он 3 дня назад еще плавал в океане. Выловили ее, соответственно, к концу недели. И вот она вылетела вчера, в воскресенье. Сегодня понедельник, она здесь у нас. Завтра она будет уже в ресторане. Она не идет в вакууме. Она просто на льду, охлажденный тунец. На фабрике ее проверили, упаковали. Все хорошо, чудесно. Она прилетела сюда. Также прошла все видосмотры. До Икитории, но эту рыбу заказывали только элитные рестораны. Это первый шаг, чему я несказанно рад и удивлен на самом деле. Ну вот топ рестораны в основной своей массе, которые там ценят, там до небес, там по одно сашими, там 1800 рублей стоит. Я по 300 все не буду отдавать. Группуном пробили, чтобы вытаскивать его из воды в лодку. Селедку будете? Давай головой туда его. Нормально. За сколько у вас больше едят? Я надеюсь, что я за сегодня его продам. Хищник. Видишь, какие зубы? Потрогай. Потрогай зубы. Когда рыбаки вылавливают рыбу, отдают на анализы. Если там что-то есть, сразу же в консервы. Если она все хорошо у нее, с гристаминами, со всеми остальными вещами, то ей назначают сашими грейт рыба. Ее могут тогда использовать сырую для суши, для сашими. И рыбу разделывают на пять частей. Визуально кажется, что режь не хочу. По факту надо понимать. На самом деле рыба очень нежная. Буквально неправильное движение. Если ты не понимаешь, где у нее идет мышца, ты все напашешь. Она начнет течь, портится и так далее. Ее я люблю. Я очень люблю охлажденный продукт. Я удовольствие искренне испытываю. Придумал я столько всего. Я постарался максимально познакомить потребителей. Острые, традиционные, простые суши, сашими. Стейк, который вот обжигается. Тунет, это вообще сухая рыба. Там минимальное количество содержится жира. Если тунет пожаришь, он будет жесткий. Не сочный и не вкусный совершенно. У меня стейк из тунца. Я его горелкой на древесной бумаге, чтобы у него вкус был. Потому что у этой рыбы есть вкус. И вот здесь вот к тунцу, чтобы он чуть-чуть был более сочнее и ядренее. Ну, вкус более проявлялся. Я сделал сальсу, клубника, манго и чили зеленый. Я постарался максимально познакомить потребителей. Тартар с клубникой я сделал. Они очень хорошо сочетаются. Вообще бомбически. Плюс там три вида семян. И вот этот вот шашлычок, который у меня с ананасом. И я предварительно его чуть-чуть кисточкой смазываю. Уксус, понзу, соевый соус, чуть-чуть сахара и трюфельное масло. Я его тоже горелкой. Поставщикам говорю. Мне надо 30 килограмм. Если пойму, что здесь ажиотаж. Кстати, у меня люди поедают его в одностоянии. Я буду 60 заказывать, буду 100 заказывать. Я уберу все то, что у меня заморозка, и перейду на охлажденку. И буду с удовольствием кормить. Я буду каждый день в каждом ресторане разделывать эту рыбу. То есть, если это люди поняли и хотят, я с удовольствием это буду делать. Вот такая вот песня. Спасибо. 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 Спасибо.